добрый вечер дорогие подписчики записываемся на мастер-класс по корзинке кашпор 20 литров 38 отверстий сверху 38 отверстий снизу плетем в классике так что приступим хвостиков берем 19 штук по 4 метра 60 сантиметров ротан у нас шириной 0,6 миллиметра нарезаем 19 и вот дорогие друзья я вставил два хвостика двойных в кашпо и перед нами вот готовая кашпо есть на 20 литров как нам сплести следующий кашпо чтобы получилось у нас именно такой же и по плетению тоже смотрим здесь кашпо у нас плетется справа налево для этого мы наши стойки которые мы вставили хвосты в донышко но их еще не вывели мы делаем таким путем получается что мы их направляем в левое отверстие берем первый наш хвостик и отправляем его в левое отверстие вывели его в левое отверстие подвели за стойку под стойку следующую отправляем ее также что мы здесь видим что наш кашпо будет летаться вот в эту сторону тем самым повторим рисунок вот этого кашпо если же мы например возьмем два соседних других хвостиком и отправим их этот крайний крайний левый хвостик вот этой четвертой нашей стойки отправим в правую дырочку что мы будем видеть посмотрели что она у нас сюда очень красиво мы его попробуем вытянули получается крайне стоечка ушла вниз и ушла вправо и отверстие не в левое а вправо она выходит у нас теперь из-под второй стойки ее можно отправить только сюда тем самым этот хвостик и продолжив так заполнять все стойки у нас будет плетение идти по часовой стрелке тем самым будет симметрия этого кашпо и этого кашпо но нам надо сделать вот так значит нет хвостик обратно освобождать вытаскиваем продолжаем натягивать наши стойки в таком порядке что получилось такое же кашпо как готово отправляем нашу стоечку вот выходим из-под одной переходим через одну тем самым у нас получится вот такое вот аккуратное донышко нашего кашпо вышел у нас хвостик мы его отправляем не под стойку сразу вот таким причем более-менее старый фактический способ накрывая эту стойку накрывая эту стойку мы уходим под следующую стропу продолжаем те же операции с остальными всеми нашими стойками где соседние дырочки наш хвостик двойной протягиваем лозы до нашего сгиба отправляем сгиб либо влево либо вправо кому как подручнее правильно нашли нашу дырочку отсюда мы протягиваем протягиваем и приставляем и вставляем ее в ссобисчик следующую нашу стойку также берем отправляем в дырочку натяжению сильно мы наши стойки не натягиваем и потому что мы хотим создать более итак дорогие друзья мы доплели стойки все и к чему мы пришли мы пришли к тому что у нас из-под одной стоечки выпрыгивают два хвостика что же мы делаем этот хвостик мы отправляем над стойкой под стойку в итоге что у нас получилось у нас получилось из-под каждой стоечки выглядывает таким вот путем хвостики что мы делаем большинство вопросов у учеников то что я запутаюсь еще что-то нет что мы делаем мы берем и начинаем наше плетение исходя из опыта плетения корзинок я бы что сказал то что кашпул у нас имеет две части округлой формы плетения то есть здесь вот идет и здесь откуда стойка выходят и начинает загиб вот этот это вот эти вот пять сантиметров мы плетем по одному шагу над стойкой под стойкой над стойкой отправляем наши хвостики ручками напрягая что они идут пока что убегают ну задание cm ч kil ennis ост глаза ф приходим где у нас хвостик выходит из-под стойки а здесь уже есть хвостик тем самым это нам показывать что мы сделали один проход все то же самое делаем кладем вот на коленочки и проплетаем над стойкой под стойкой над стойкой участь 2 шага опускаем вниз следующий хвостик также под стойкой над стойкой и прижимаем вниз все это расстояние мы можем плести сколько нам хочется столько шагов совершаем не забываем просто подтягивать здесь вот лозы чтобы не было пробелов и так дорогие друзья мы вот доплели наш кашпо до нужной нам высоты каждый хвостик у нас выходит из-под каждой стойки обрубаем наши хвостики учиться из-под стойки выходит одну накрывает вторую накрывают между 2 3 можно даже по уровню 3 стойки получается раз-два-три режем наш хвостик что мы делаем с этим обрезанным хвостик наш обрезанный хвостик вставляем вот следующий хвостик следующий под стойки вышел раз-два-три отрезаем вот таким путем получается у нас косичка здесь еще пару ухина проведу чтобы было визуально видно как косичка она работает в том случае когда мы рассчитали на кашпо читали на кашпо лозу мы ее вдруг не хватило многие ученики совет спрашивают как быть как поступить мы их просто заводим в такую миниатюрную косу вот миниатюрную косу заводим тем самым мы завершаем наше плетение можем дальше продолжить вдруг у нас лоз рассчитанных на кашпо не хватит полностью доплести нашу корзинку поэтому мы ее завершаем таким вот путем прячу хвостики чтобы вам было видно из под стойки вышли раз-два-три отрезаем отрезали заправили вот так смотрите вот она выходит из-под стойки и ныряет накрывая следующую лозу накрывая под две стойки как две лозы которые у нас идут пах вот то что она сначала чуть-чуть выглядит не так это ничего страшно и продолжаем помощь можно сначала взять все все хвосты по обрезать раз-два-три так пока мы полностью весь круг не пройдем так начинает заправлять выходит хвостик мы его направляем вот сюда этот хвостик также этот хвостик берем хвостик и опускаемся на 1 2 и вот тут дырочкой почему мы режем по 3 стойки по 3 стойки мы режем по той причине чтобы у нас вот от стойки до стойки было внутри кашпо то есть внутри никуда не убежала пишите в комментариях кто уже умеет этот способ плетения узнает этот способ плетения кто не знает буду рад если вам пригодится в составлении ваших кашпо потому что очень часто когда человек первое кашпо бывают ошибочки что не хватает у нас такое бывает с цилиндрами у нас первый цилиндр бывает иногда не всегда хватает длины лозы тем самым мы по бортику делаем вот такую миниатюрную косу и потом продолжаем сейчас я вам это все покажу мы пришли к тому где мы начинали вот видите у нас получилось так что мы не туда чуть-чуть вытаскиваем этот хвостик вставляем вот так же как наши коса идет здесь этот хвостик у нас просится все готово мы завершили наш кашпо но у нас осталось такой промежуток расстояния стойки которые нам нужно сейчас дальнейшем сплести берем наши оставшиеся хвост и обратите внимание что если мы продолжим плетение справа налево то у нас плетение будет противоположное нашему плетению и она будет уже визуально наблюдаться при взгляде на кашпо в нашем случае у нас идет справа налево плетение закручивается корзинка продолжаем плести как мы здесь прячем хвостик хвостик мы здесь прячем вот таким вот пучем ложечку подручный материал провели накрыли стоечку вот провели получается вот стойкой над стойкой под стойкой над стойкой вот он хвостик у нас торчит мы его отправляем вот сюда отправляя сюда мы его берем с запасом 6 сантиметров и отправляем его оставляем его так берем следующий наш хвостик делаем практически все то же самое но в противоположном порядке здесь у нас этот хвостик пойдет также 6 сантиметров и если точно так есть стать ложится наше плетение сейчас наше плетение и никуда она у нас не денется теперь миску совершаем вот накрываем вот эту вот стоечку накрывают эту стоечку мы прячем вот в нашу косичку забываем что там хвостик надо оставлять сантиметров 5-6 во избежание того чтобы наш хвостик выправляем раз выправляем два видите оно само все встает наше коса здесь также у нас хвостик не ходит каждый из под своих если у нас отсюда не пролазит у нас есть доступ отсюда 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 под стоечку направили поведушку провели оно пришло у нас куда надо надо здесь также то что она что-то чуть-чуть где-то пытается убежать это не страшно потому что сейчас у нас еще в свободном полете поэтому оно все прижмется в дальнейшем таким вот способом дорогие друзья я решаю такой вопрос когда на корзинку чуть-чуть не хватает ротанга посчитали как-то намерили неправильно это все не страшно делается вот такая косичка и продолжать соплетение нашей корзинки на примере этой корзинки вы можете это наблюдать что ничего страшного в этом нет если у вас возникли какие-то вопросы пишите комментарии я вам с удовольствием отвечу для связи со мной закреплен телеграм у меня на канале где я с радостью помогу осуществить ваши плетеные фантазии за ваши лайки комментарии и подписки я вам очень всем благодарен кому понравился видео урок ставьте лайк и так мы продолжаем каждым нашим хвостиком сейчас я дорогие друзья поставлю наше видео на паузу продолжу весь круг потом мы к вам вернемся к завершению нашего влетел вверх скроем хвостики покажу вам два способа дошенья корзинки дошенья корзин паузы это . . . . Так, и после того, дорогие зрители, как мы завершили шаг из-под стойки на двумя, мы начинаем хлести каждый хвостик. Теперь из-под каждой стойки хвостик у нас выходит, так, посмотрите, видите, выходит, и мы его направляем под следующую, то есть из-под одной над одной классический шаг, о чем я ранее говорил. Никаких махинаций, только ловкость рук. Так завершаем максимально, сколько мы можем это сделать. Если у нас хвостик, мы берем хвостик, и он у нас под стойку не подлазит, мы его берем и надкусываем. Вот так заостряем немножко, и он у нас полезет как родной. Я сейчас завершу полностью круг и покажу, куда же прячутся хвостики, как завершается нашу кашку. И вот, дорогие друзья, мы завершили основное плетение нашей корзинки, посмотрите, что мы делаем дальше. отрезаем наши хвостики. Из-под стойки вышел, раз, два, три, отрезаем. Из-под стойки вышел, раз, два, три, отрезаем. Вот мы с вами отрезали часть хвостиков наших, что мы с ними делаем. Берем вот этот вот хвостик и заводим под эту стойку. Вот эту стойку завели, ждем дальше. Заводим под эту стойку и под ту следующую. Вот такое вот завершение нашей корзинки. Следующую лазу также мы сопровождаем. Вот в таком вот положении она у нас должна зайти не внутрь, а вот так прямо. то есть видно, да? И вот в таком вот под эту стойку и под эту стойку отправляем. Тем самым у нас каждая лоза друг дружку держит. Хоп, и отправили эту так же. Хоп, и отправили ее туда внутрь. Если же мы хвосты можем даже больше отрезать, тем самым она будет крепче держаться. Это такой способ. Сейчас мы подплетем эти все хвостики и на базе этого ведра я вам покажу, как можно завершить иначе. А иначе будет выглядеть ровно так же, как мы закончили плетение, когда якобы у нас закончился ротанг. Сейчас я отрежу хвосты и покажу вам, как это у нас делается. Вот отрезаем. Раз, два, три. Отрезали. Раз, два, три. Отрезали. Раз, два, три. Отрезали. Раз, два, три. Часть хвостиков у нас. Вот они виднеются. Что мы с ними делаем? Мы с ними делаем вот такой вот маневр. Мы их запихиваем вот так. Видите? Вот. Этот хвостик у нас показывает вот эта вот галочка, что нам надо под вот эту лозу засунуть следующую. То есть вот. То есть есть вариант завершения вот такое, а есть вот такое. То есть берем хвостик и вот в эту галочку, вот в этот вот просвет мы его запихиваем. Тем самым хвостик уходит под стойку и под плетение. Вот дырочку нашли, вот она дырочка. И в нее отправляем наш хвостик. Вот это получается косичка внутренняя, косичка внешняя. Но так как мы то ведро плели в таком формате, мы все эти три корзинки будем плести в таком формате. Сейчас я доплетаю и мы с вами посмотрим обзор этой нашей корзинки. Итак, дорогие друзья, мы завершили плетение нашей корзинки. Посмотрите, как у нас получилось в завершении, в классическом завершении корзинка. Вот. Все хвостики спрятаны. То, что мы наблюдаем чуть-чуть дырочки, это не страшно. Все плетение у нас крепкое. Визуал корзинки у нас вот такой. Сейчас вот так покажем вам. Вот наша косичка, которую мы плели. Вот. Спасибо, кто смотрел. Пожалуйста, кому пригодится моя технология плетения. Хорошего вам дня, дорогие подписчики, а также зрители. И так как у нас смотрит женская аудитория, то хотелось бы вам пожелать как можно больше поводов для улыбок в эти весенние дни. Скоро лето. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Откуда лето. Все вообще, кто посмотрел. Сiadaeilка лето. Ты поможешь. Конечно, по generations. До свидания. До свидания. Вы toch?